Днями прошло 15-е заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области России. Провели его вице-премьер нашей страны Владимир Семашко и губернатор российского региона Валерий Шанцев. Успешное примеры сотрудничества с Нижегородской областью есть, в том числе и частных предприятий. Пример – Могилевский завод полимерных труб. На заседании за вклад в расширение сотрудничества его деятельность отмечена благодарностью. С подробностями Олеси Рыбалка. С Нижегородской областью завод полимерных труб сотрудничает практически столько же, сколько и существует – 20 лет. Там закупает сырье, стальную трубу, потом российскому потребителю отгружает готовую продукцию. В Нижнем Новгороде успешно работает представительство завода. Сложились тесные доверительные связи. Их скорее устраивает наше честное отношение к нашей продукции. Мы всегда открыты к диалогу. Качество продукции на достаточно высоком уровне. Сотрудничество заметили и оценили. На прошедшем совете завод полимерных труб стал единственным награжденным предприятием Могилевской области. То, что было вручение нам, это было для нас неожиданностью, конечно. Тем не менее, награда получена. Теперь, как и остальные, на всеобщем обозрении. Вот посчетное место. О завоевании Нижегородского рынка, конечно, речь не идет. В прошлом году экспорт предприятия в российский регион составил около 840 тысяч долларов. Время показало – направление надежное и перспективное. Как, впрочем, для всей Могилевщины. В прошлом году Могилевская область наторговала с Нижегородской почти на 80 миллионов долларов. В межрегиональном сотрудничестве представлены, помимо завода полимерных труб, полтора десятка предприятий. Могилевский завод сегодня лидер отрасли в Беларуси. Но об этом здесь не любят говорить. Конкуренты не спят. Ставку делают на инновационный продукт. Например, освоили выпуск гибкой трубы. Собственная запатентованная разработка широко используется в ЖКХ. Весь ассортимент производят и для теплоэнергетики. Работают с любыми, даже самыми уникальными заказами, несмотря на размер и диаметр. Максимальный диаметр, который мы производим и готовы поставить для нужной энергетической отрасли Республики Беларусь, это 1400 миллиметров по стальной трубе в 1600-й оболочке. Это такие размеры, диаметр называется русский размер. С таким русским размером буквально на «ты» Вадим Олегнович. На заводе уже более 12 лет. Пришел водителем, теперь работает на высокотехнологичном оборудовании. Автоматическая установка плазменной резки металла смонтирована совсем недавно. Для таких диаметров более метра пока единственная в стране. Ответственно, но команда справляется. Каждый день какие-то нюансы проявляются. Надо методом проб и ошибок понять, как это все работает. И потом, в принципе, несложно. Если есть возможность работать на высокотехнологичном оборудовании, то почему бы и нет. Мощности предприятия куда больше, чем объем выпускаемой сегодня продукции. Потому поиск новых рынков сбыта – задача номер один. К Нижнему Новгороду уже присоединились Калининград, Брянск, Белгород. Есть поставки в Москву и Санкт-Петербург. У нас большой запас по расширению, по мощности, расширение по ассортименту. Мы развиваемся и хотим развиваться дальше. Российское направление не единственное. Теплотрассы с белорусскими трубами есть уже в Украине, в Казахстане. Не спеша, но уверенно завод начинает работу и по сертификации продукции на европейский рынок.